СССР Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённая в СССР». В студии я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Как и происходит каждый вечер, звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете прежний – nostalgia.tv.ru Конечно, в особом представлении мой сегодняшний гость совершенно не нуждается. Его популярность бесспорно высока, и всё же, когда много лет назад 10-летний мальчик из Ростова-на-Дону за поем смотрел телевизор, он, наверное, и мечтать не мог, что великие мэтры будут почтительно с ним здороваться, а Останкин для него станет родным домом. Секрет его успеха кроется, как мне кажется, в очень простых, на первый взгляд, вещах. В трепетном отношении к своему делу, в искренней любви к зрителю и собеседнику, в умении всегда оставаться самим собой и способности создавать не просто программы, а настоящее эстетическое событие, вот так. Журналист и телеведущий Дмитрий Дебров у меня сегодня в гостях, где он улыбался на протяжении всего моего представления. Чем я так рассмешил, я не пойму. Володь, ну если ты сейчас всё это выскажи, что же ты будешь говорить на моей панихиде? Она что, в молчании пройдёт, что ли? Ещё один Александр Анатольевич Ширвин, который тоже самое говорит. Ну что, микролог, что ли, считаешь, сидишь в Москве? Не, ну я найду, что сказать. Ну, я, честно, так начать, я тогда буду. Тем более, что мы этот момент оттянем, ещё неизвестно, кто на чьей панихиде будет присутствовать, если уж совсем в чёрный юмор углубиться сейчас. Да, да. Как настроение? Узнавали худшие времена, СССР. Были? В времена СССР, я надеюсь? О, это было совсем страшно, конечно. Тогда, в Советском Союзе? Ну, да. Хорошо, я понял, всё. Теперь мне нужно будет уходить либо в совсем серьёзные, философские рассуждения с этим человеком, либо на эти викторинистые вопросы какие-нибудь. У меня была сегодня такая мысль, что я их не захватил с собой. Но по ходу разберёмся, как всё будет происходить, пока визитная карточка на этого удивительного человека прямо сейчас. Дмитрий Дебров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. По окончании университета работал корреспондентом в газетах «Призыв» «Московский комсомольц». Был одним из авторов и участников телепередачи «Весёлые ребята». Пять лет проработал в ТАСС. Был специальным корреспондентом главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения «Студия Эксперимент». Занимал должность заместителя заведующего молодёжной редакцией. Сотрудничал с программой «Взгляд». Был также комментатором, а затем главным режиссёром новой студии РГТРК «Останкино». А в 1993 году стал заместителем генерального директора 4-го канала ТВ «Останкино». Вместе с Сергеем Лисовским создал телекомпанию «Свежий ветер» и возглавил её. Первая авторская программа «Воскресенье» с Дмитрием Дебровым вышла в 1992 году. Автор программы «Доброе утро». В середине 90-х был художественным руководителем утреннего канала ОРТ «Подъём». Художественным руководителем и главным режиссёром музыкального канала НТВ+. Автор программы «Антропология». Ведущий телепрограмм «Вести подробности», «Я готов на всё», «Просвет», «Кто хочет стать миллионером», «Мой адрес Ростов-на-Дону», «Временно доступен», «Основы православной культуры», «Жестокие игры». Член Академии российского телевидения, лауреат главного приза Второго всемирного фестиваля электронного кино в Монтрео. Лауреат четвёртого фестиваля независимого кино и телевидения «Синема-видео» в Германии. Обладатель гран-при первого международного фестиваля компьютерной графики «Анеграф-93». Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Телевизионная игра». На лауреатство Дмитрия можно было ещё долго перечислять в этой визитной карточке. Я ограничился лишь некоторыми моментами ключевыми, как мне показалось. На самом деле вычёркивался дел, когда визитную карточку читал, потому что много уже всяких регалий у Дмитрия. Поэтому я очень так избирательно в данном случае поступил. Могли бы слушать до утра. Ничего не соврал бы этот раз? Ну, есть неточности. Ну, кому это нужно? Мне кажется, что сейчас, Володя, можно было бы написать, Дмитрий Дебров, отец трёх спасителей России. Спасителей России немало, да? А чего же мы должны по полному, по главному, по гамбургскому счёту к детям подходить? Конечно, спасители. Как поживают Саша, Федя и Илья сегодня? Отлично. Вот, например, Федя два года. Федя два. Да, вот в пятницу спел мне «Ловмеду». Ух ты! Играя себе, подыгрывая на укулеле. Вот, он-то ещё не очень-то и по-русски говорит, а «Ловмеду» уже попадает. Саша «Ловмеду» и «Ястады» даже поёт тоже. Илюша больше ползает пока. Так ему и года-то нет. Ну, ничего. Ну, в мае год, да, по-моему, Илья Сергеевич? Или Дмитриевич, боже мой, Илья Сергеевич, от другой у меня сегодня был на телефоне. В мае, да? В мае, да, год у малыша. Ну, интересно наблюдать молодому отцу, как растёт поколение? Ну, конечно. Всё-таки мы не должны забывать Спока, который... Это же энциклопедия. Чему научил вас Бенжамин Спок? А он научил меня тому, что не надо переживать, что отец не так трепетно относится к ребёнку, пока тот не станет задавать вопросы. Вот тогда, когда он становится более человеком, и папаша вдруг подтягивается охотно ко всей этой возне. Понимаете? Есть, конечно, сумасшедшие отцы, которые животик моют перед сном, и памперсы меняют, даже никого не подпускают. Есть такие, это очень хорошо. Но вы не из этой категории, да? Ну, как правило, да, всё-таки папаша хотел бы поговорить с сыном. Мамы его любят с первой же секунды. Но они уже мешают папе за большим массивным столом писать роман? Нет, мама, конечно же, не даёт им такое. Папа работает. Вы просто где-то представляете? Да ужас в том, что папа-то не пишет романы. Всё в это ничего, да не пишет он. Подождите, а как же спасение литературной России? Вы же хотели выступить в этом ещё качественном деле. Вот поэтому, Володя, стык мой перед моим собственным отцом не проходит уже многие десятилетия. Пора бы мне к психиатру, который бы мне сказал, да прекрати уж ты так переживать. Ну, я думаю, ну, может, хоть Саша, Федя или я, наконец, станут писателями. Они будут ездить в это Останкино. Так это шутка была в каком-то интервью, вы сказали, что я действительно хочу заняться литературным трудом и написать роман. Да, конечно же, хочу. Вот только ужас в том, что, знаете, вот я совершенно не боюсь миллионов зрителей, которые вот даже сейчас нас смотрят. Вот на камере горит огонёк, который свидетельствует о том, что нас сейчас совершенно не страшно. А белый лист бумаги – чистое испытание. Как только напишешь какую-нибудь фразу, хоть даже уже и не лист бумаги, а просто create new document, а оттуда бац, из-за листа длинный нос Гоголя, а? Бородища Достоевского, как проявится, ну, что ты за дребедень пишешь? Хочешь повеселее, открой село Степанчикова, его обитателей. Насладись Достоевского. Ну, да, ну зачем ты ещё пишешь? А потом, ведь я же земляк, извините за подробность, двух лауреатов Нобелевской премии. Вы про Шолохова впервые говорите. Шолохова и Солженица. У всех людей по одному Нобелю, вот у Ленинградцев, Бродский, у Москвичей, по-сторону, а у нас-то их два. А это у нас ещё и доктор Чехов просто не доехал до ОСПО. Я говорю, земляческое наследие, оно тоже ведь давит, наверное, какие-нибудь образы. Ну, так это же и ужас-то. Да, ужас. Боязнь чистого листа, мне кажется, любому человеку творческому знаком, даже сегодня. Вот садился писать, ну, боже, не хочется писать. Знаешь, всё равно диалог пойдёт не так, как ты пишешь, но надо. И заставляешь себя каким-то образом это делать. Может быть, ещё, Володя, нынешнему поколению книга не будет являться таким вот уж прямо троном, но сферическим. Ну да, это не наше поколение, для которых это бутылок трон. Всё-таки, чего писать, скачать же можно. Это правда. Уже хочется, да. Неужели мы потеряем когда-то вот это вот тактильное ощущение листа? Может, и теряем. Я должен сказать, что, ну, уже по старости ведь глаза подводят. Мне вот как раз уже ридер лучше, потому что, первое, крупнее шрифт можно сделать. А ещё ридер – интересная штука. Я не буду называть фирму. Много же ридеров на свете. Вот этих, которые даже глаза не портят, а пользуются технологией электронной бумаги. То есть там даже и не прыгают пиксели, так что глаза целее. Вот. Но одна фирма предлагает такой ридер, где ты можешь не просто закладку сделать, а ты можешь отметить кусок понравившегося текста, и он автоматически войдёт в собрание твоих вот подобных цитат. В твою записную книжку, да? Да. А ты ведь вот, представим себе, по старинке в СССР, бы ты, например, поехал бы в Сочи и, конечно, хотел бы почитать на берегу моря. И вот приходишь ты на пляж, 26-томник, значит, нашего Бальзака, тут у тебя Булгаков шеститомник, тут у тебя Набоков сзади, понимаешь? Ой, это должно быть. Ну, нет, это неправильно. А в ридере это всё есть, и ты прыгаешь. Вот хочешь Моэма, пожалуйста, а после Моэма, сочертел он тебе, опа, на сэра Уильяма Бероза перепрыгиваешь, или, например, на любимого нашего Достоевского. И всё это ты, вот эти цитатки откладываешь. Очень смешно раз в месяц читать вот эту сборную кастрюлю всего того, что ты наворовал у разных людей. А есть время перечитывать? Я вот тоже выписываю, откладываю, а потом уже руки не доходят. Думаю, когда же я ума-то буду набираться, воспитывать вот это, то, что я... Вот это ведь тоже культура, ведь Абрам Моль говорил, культура – это выбор. Вот то, что ты выбрал у, я не знаю, у Хемингуэя или у гениального Платонова, Чевенгур вообще надо растащить на цитаты. «Я человек личный», – говорит один из героев Чевенгура. Вот. Это же ведь твой выбор. Может быть, другой бы, совсем другую фразку бы для себя отметил. Так что это твоя культура. И вот потому, что ты выбрал, можно сказать, что ты за человек. И вообще, я так иногда думаю, чтобы понять самому нашему зрителю, что он за человек, зритель мог бы пойти в историю своих закладок в своем браузере, Safari это, или интернет-эксплорер, Microsoft, и посмотри, на каких сайтах ты задерживался в течение недели. Вот такой ты человек. Про все сайты не будем говорить, я задерживался в течение недели. 617-5197 номер нашего телефона. Я думаю, что вот вы избирательные, друзья мои, с точки зрения даже телефонных звонков, потому что, ну, всякие люди бывали за этим столом, и не каждому хочется позвонить, согласитесь. Но есть сегодня определенная категория людей, которые будет набирать вот еще до нашего эфира, мне кажется, что он начала звонить, именно Дмитрий Александрович адресовать какие-то свои вопросы. Денис из Москвы ждет давно. Денис, добрый вечер. – Алло, здравствуйте, Владимир. – Здравствуйте, добрый вечер. – Здравствуйте. – Дмитрий, ну вы же знаменитый рок-н-ролльщик. Вот ваш хит, самый популярный, Рома Пепсикова. Ну, все знают, все знают, даже Пол Маккарт не признал это гимном официально. – Что? – Вы знаете об этом? – Да-да-да-да. – Да вы с ума сошли. – Конечно. – Я попихнулся. – Вот вопрос такой, вам не кажется, что вы очень похожи внешне на Тарантино? – На кого? На Тарантино? – На Тарантино. – Режиссер, который Тарантино. – Да, я понимаю, понимаю. – Вот как-то мне кажется, что вы внешне очень похожи. Не то, что внутренне, не то, что у вас такое мироощущение, но внешне вот именно. – Да, кровавое месиво вряд ли бы стал снимать, да. – Да, и вот вопрос такой. Вот раз вы рок-н-ролльщик, ваш любимый инструмент музыкальный. – О, Денис, большое спасибо. Слушайте, какое счастье мне дело с такими зрителями. – Да? – Ну, за гимн... – За Тарантино спасибо вы хотите сказать человеку. – За идентичность. – Чаю? – Спасибо большое. Попунктно. Во-первых, Рома Пепсикола не мой хит. Это написал гениальный русский блюзмен Майк Нобенко из Петербурга. Да вы это, кажется, и без меня. Знаете, просто я хотела... Ну, это лестно, но это не моя заслуга. Моя заслуга может быть в том, что я аранжировал эту песенку не так, как ее Майк пел. Мы знаем, есть запись, они с Сойом в кочегарке сидят и поют. Я, конечно, сделал иначе. Я имел в виду сделать такой реггей-блюз. Ну, мне показалось, опять же, не только мне, а с моими друзьями-музыкантами из группы, которую мы так и назвали антропологикой. Кажется, удалось это сделать, раз вы нам это сейчас говорите. Ну, чтобы сэр Пол делал в гибном, вряд ли. Инструмент. Вообще, я сижу и копаюсь с инструментом, название которому в русском языке еще пока и нет. По-английски называется «Lab Steel Guitar». Вы ее хорошо знаете. На ней сыгран весь Пейнг Флойд. Во времена моей юности, которая как раз попадает под название нашей сегодняшней с Володей встречи, рожденного в СССР, мы прямо так и видели. Вот кто слушает Леся песня, у него одна физиономия. А вот я слышу, я вижу, кто слушает Пейнг Флойд. Мы так и делили друг друга встречно. Вот тех, что слушали вот эту скобческие радости бесполые советской эстрады, так потом и ушли в обкомы партии. А те, кто слушал Пейнг Флойд, сегодня принимают решение на разных областях общественного здания. Дмитрий, на это время друзья-музыканты приглашают меня поджимовать на разных сценах. Я так это делаю, в основном я сижу дома. Но я 8 марта прошлого года пошел покупать жене подарок, в город выехал. Я живу в деревне, и я купил себе гитару. Гитара это фантастическое. Это грач. Это толстое, акустическое, оранжевое чудовище. Я играю старую мужскую работу на нижних стунах. Запилы я не делаю. Это рукопили, конечно. Я не играю ритм. Для этого у меня есть все аранжировочные позиции. Я сам аранжирую, естественно. Я бы у него по песне Майка уже, чтобы... Ну да, это моя аранжировка. Так же я аранжирую. Но кайф, сама эта гитара, этот звук. Не надо ерзать по струнам. Ударишь, и звук стоит. Надо сказать, что я, конечно, выкинул все китайские датчики. Я выписал из Америки настоящие синглы-койлы за 68-й год. Так же я купил у селочек. Слава богу, есть IT-трейд. Там настоящие инструменты продаются. Это уже не 68-й год. Надо было ждать очередного сухогруза из Новороссийска, чтобы какой-нибудь матрос тебе такую гитару привез. Да и не привез бы еще. Знаете, как у Харрисона она оказалась? Ага, да, только потому, что один в Ливерпуле оказался, который в Нью-Йорке работал таксистом, и там купил эту гитару. Она одна была в Ливерпуле даже в 59-й, кажется, год, или 61-й. А то, что же про Ростов-то говорить. Вот сейчас она у меня есть. Так я еще и в усилке тоже выкинул все словацкие лампы и поставил General Electric за 65-й год. Из интернета же все на свете можно выписать. Ребята, вот это звук. Без примочек, без единой примочки. Только лампы, настоящие старые лампы и настоящие старые гречи. Вот это поэзия. Я думаю, а как же мой Pink Floyd? Что же это сижу в Рокобиле? Ребят, ну это не лечится. По-моему, я выкладывал одну работку. Я взял Найл Офер, Маккартнерскую, и сделал, конечно, свою аранжировку. Знаете, получается такой лаунж. Я очень люблю современную кибернетическую всю эту месиво. Это сучевариво. Вот из этих странных кислотных звуков. Дураки, что не диджакейство. Вот это все. Но при этом хорошо бы положить старый за 61-й год ламповый звук вот на современное месиво. Вот так получается. А в юности тоже не было диджакейства никакого? Как? Диджакейства в юности тоже не было? Володя, а я ведь и купил нехитрый пультик диджакейский. И я понял, нет, ребят, это серьезное дело. Диджакейство – это не то, что песенка за песенкой. Там будь здоров, какая работа. Вот такие, например, гениальные музыканты, как Андрюша Ширман, более известный нам, как диджей Смэш Винни. Диджей Винни – это музыканты очень серьезные. Я понимаю, почему Дима так благодарил вас за этот вопрос и так восхищался. Да, да, да. И телезрители, друзья мои, потому что музыкальная поэзия действительно в каждом слове слышна, в каждом слове ответа. А Валерий из Киева на прямой связи. Валерий, добрый вечер. Киев, добрый вечер, Валерий. Валерий, мы слышим ваше дыхание. Добрый вечер. Вы перезваниваете. 617-5197, не будем задерживать вас. Я не стал спрашивать Дима, где он выкладывал все это. Я вот сегодня зашел в Фейсбук, набрал Дмитрий Дебров, и последняя запись была рождение Ильи Дмитриевича. То есть это, получается, мая прошлого года. Да. То есть сейчас все закрыто. Инстаграм, Фейсбук. Там надо сказать, что в Фейсбуке там есть моя страница, но я ее не веду. Она мне нужна просто для того, чтобы заходить на фейсбучную страницу программы «Мой адрес Ростова-на-Дону», чтобы зайти и прочитать. Ты же должен тоже быть заходить, но сам я не веду никакой жизни в соцсетях. Если вы вдруг видите что-нибудь за подписью Деброва где-нибудь от Фейсбука морда книги до Одноклассников, знаете, это фейк. Мне, к сожалению, это нельзя, потому что от моего имени всякую мерзость пишут. Кто-то в жизни учит людей писать от Деброва. Я сижу читаю, а неужели тот, кому этот человек пишет всякие поучения, наставления юноши обдумывающему житью. Неужели тот не понимает, что это не мой слух? Валерий Скиева перезвонил. Давайте послушаем. Валерий, добрый вечер. Здравствуйте. Значит, Димочка, ну, во-первых, ваш город, без вашего города немыслимые успехи в футболе и в кино, потому что решающий гол на чемпионате Европы забил Виктор Понедельник, а второй, а Сергей Константин Лавраненко, ваш земляк, взял мужской приз за фильм «Изгнание» Андрея Джиганцева. Это правда. Димочка, спасибо, я вообще видел, так наблюдал за вашей карьерой, она, конечно, двигалась так, не очень просто, всем кажется просто, это было все очень непросто. Я видел один момент, вас сильно стали покусывать, но вы состоялись великолепно, вы мэтр. Очень спасибо вам за такие программы, как с Алексеем Германом и Кама Гентасом. Это были потрясающие программы. Смотрели? Да, и что я еще хотел сказать, мне очень понравилась программа ваша, когда вы, Ирине Петровской, слегка отстыдствующей, познакомили ее с Филиппом Киркоровым и показали ей, что Филя очень умный такой мужчина, очень умный. Димочка, у меня два вопроса к вам. Вот как к меломану со стажем. Во-первых, как вы отруноситесь с таким моим любимым группам, как Гран-фанк и ЕС, а вторая, ваш первый приобретенный вами или вашим другом винил и по какой цене вы его купили. Димочка, успехов у вас все состоялось. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Валер. Интересно. Я не помню эпизода с Ирой Петровской из Филиппа. Интересно. Надо же. Он с временем доступен был как-то. Не может быть, чтобы там мира была. Может, это еще и ранее. Короче, винил, дорогие друзья, это ведь я и сейчас его покупаю. А надо сказать, что просто битность другая. Это меня Чиш на винил подсадил. У Чижа-то вообще весь дом винили. Вот даже над дверными проемами, даже антресоли устроены. И там пластинки. Ну вот. А тут дым пожиже, труба пониже. Но зато я тоже воткнулся во все. Мне хочется дойти до самой сути. Писал этот Нобелевский лауреат. Значит, вот я и постарался. Тоже я купил, конечно же, ламповый предусилитель. Ламповый, разумеется, фонопреобразователь и ламповый усилитель мощности. Конечно, китайский все выкинул. И, разумеется, по своей любимой привычке, выписал Телефункины лампы за 71-72 год. Это, конечно, другой звук. Огромная колонна. Да, сейчас. Да, какая пластинка? Какие пласты были? Первый мой винил был Берн. Дипропол. Это был 75-й год. Завтраки школьные. Ребята, это стоило 60 рублей. Это стоило 60 рублей. Да, мама из последних сил оторвала. Из семейного бюджета. И вот... И еще Хендрикс, «Are you experienced?» Ну, видите ли, ведь мы уже понимаем, что дисковое дело в СССР было связано с тем, что по башке давали за диски. Диск же не спрячешь, он же 30 на 30. Поэтому, когда человек идет по городу с диском, ну, первым делом желание у хулигана подойти и отобрать. И так и происходило. Поэтому было не так-то просто поменять. Вот это все тоже, конечно, на мой этот... Грандфан, конечно, ну куда к черту? Конечно, грандфан. Надо сказать, правда, что мы вообще-то в Ростове были подсажены на британский рок. Знаете, ведь вот города же делились сообразно музыкой. Вот, например, Донецк, это Юрайхип, это вот Макеевка, мы там соседи живем, это Юрайхип. Целые города омолились. Вот сейчас Кен приедет, Хэнсли, мой друг. Я им это уже говорил, я им это еще раз скажу в Москве. Значит, Жданов, Мариуполь сейчас называется, это Ладзеплин. Мы Дипропол. Ростов-на-Дону, это Дипропол. Павоголовно все, поэтому вот это... Интересно, а почему такая градация возникала? Вот как-то так получилось. Соседи абсолютно, да? И странно, да? Сергей из Раменского, Сергей, добрый вечер. Сергей, да, добрый вечер, слушаем вас. Я хотел спросить вот насчет нашего телевидения, так как он работает, так же, так же, да? Да куда же, конечно. Ну, хотел спросить, вот понимаете, вот эта программа, как вот «Право знать», «Право голоса», там, «Пусть говорят», там и так далее. Ну, я, понимаете, когда программы смотришь, то, кажется, их хочется назвать «Кто кого переключить». Мне такое, мне так кажется, понимаете? Да, да, да. Потом второй вопрос. Вот телевидение, например, взять «Поле чудес». Сейчас «Поле чудес» сделают вообще не поймешь, что. Или шоу, там, поют, танцуют, друг другу подарки дарят, а слова почти никто не отгадывает. Ну, я не знаю, спасибо за вопрос, насколько правомочен Дима отвечать на эти вопросы. Вот совсем недавно Александр Любимов был у меня в гостях, который теперь вновь возглавляет телекомпанию «Вид». Я у него спрашивал, по-моему, на ваших глазах, не пора ли вы уже вот этот вот барабан и все закончить с этой историей? Вот он, наверное, более уместно ему был адресовать такие вопросы. Я вот как «Сапожник без сапог» не смотрю со времен на телевизию, никто кого перекричит, там не знаю. Ну, слышу, конечно, да. Может быть, вы смотрите вообще, что происходит на каналах по соседству или на вашем родном первом? Нет. Первый же родной для вас по-прежнему. Ну, как же. Седьмой раз родной, по-моему. Седьмой раз он становится родным, да? Ходил, заходил. Видите ли, какая штука. Давайте разберемся в том, что такое телевидение. Если при социализме первым делом от советского телевизора отваливалась самая ненужная в нем часть, а это переключатель каналов, к советскому телевизору обязательно прилагались плоскогубцы. Ты должен был встать из кресла, взять плоскогубцы, переключить этот штырь, который оставался от ручки переключения каналов, на другой. А что ты там хотел увидеть на другом? Что ты переключал-то? Это хорошо бы там штирлицы хотя бы показывали, потому что даже этого не было. Да ведь нечего же было смотреть, и кто-то из Москвы тебе навязывал, что смотреть, а значит, что и думать. Володя ведь точно говорит, в свое детство мы с мамой просидели у телека, а что нам было делать? Папа на факультете занимается со студентами, а мы что будем делать? Скука ж повальная при социализме. В Ростове-на-Дону, может быть, где-нибудь жизнь как в сказке в Новочеркасске, а в Ростове повальная скука. Это хорошо бы на джазовый фестиваль попасть, но джазовый фестиваль всего два раза в году. Остальное дело, вот только телек. Сегодня, извините, это только ваш выбор, если вы смотрите всякую дрянь, смотрите вот эти пересуды на уровне коммунальной квартиры, вечно брошенки, вечно все алкоголики, неразделенка какая-то, черт ты что, да как они развились, представляешь? Дима, ты в курсе, что происходит на нашем телевидении в деталях, причем знает все. Да, причем, не только я, даже Саша Черный знал, что происходит на нашем сегодняшнем телевидении за 150 лет до его рождения. Он писал, возьмешь ли книжку, муть и грязь, один кота хоронит, другой конючит, разводит грязь, а безнадежно стонет. Вот, товарищи, да, есть такое, заметьте, но ведь телевизор, это всего лишь 25 картинок, которые в секунду перебегают перед вашими глазами, по вашей стене, уже даже без ножек, просто по плазме перед вашим носом. А почему именно эти картинки бегают перед нами? Да вы переключитесь на прекрасный канал ностальгии. Точно. А вы переключитесь на гениальный исторический канал 365 и история, великолепный канал цивилизация и дискавери, фантастически интересный канал кто есть кто. А вы все про Черчилля знаете? А вот все вы знаете про, например, красного традиционного матроса Дыбенко. А вы посмотрите эти каналы. Не надо участвовать, так сказать, лить потоки вашей дорогой зрительской энергии на мельницу этой всей отвратительной, малоинтересной ерунды. Я понял, да, да, да. Я так понимаю, что поскольку слова эти человека навязывали для некоторых, рекомендательные, то мы сейчас часть аудитории потеряли. Кто-то пошел изучать, искать Черчилля и Деголя на канале 365 или 24. Или кто есть кто. Или кто есть кто, да, на канале прекрасном. Вот то, что мы сейчас увидим, тоже происходило на советском телевидении, как Дима говорит, 25 кадров. Вот что значит режиссер у меня сегодня в гостях. Для несведущих могу доложить, что 25 кадров имеется в виду в секунде помещается. Вот что имел в виду Дмитрий. Давайте увидим то, что происходило на советском телевидении в 86-м году прямо сейчас. Корозу не нужен 27-й. С наворотом? С наворотом? Ну, немножко верен. А еще что есть? С наворотом? Органчик домский, трюльничек. Рижский? Рижский. Калев, нет? Ты корозу предлагал. Он двойной. Ну покажи какой, навьет. Ну зачем ты у них аппарат наливаешься? У меня карточка, предлагаешь ли будет, не навьешься? Да посмотри на него. Ну у них аппарат заливает, зачем ты ему нравишься? Там низов нет, там ничего не слышал вообще. Ну да, я в натуре слушал, у меня аж это, уши заложило, ляшничек такой дал. А че ты слушал, он Карлся? Ну, так я тоже сел, он еще там ярко все. А ой, страх от двойничка нет за 82-й год? Нет, я сдал уже. Кстати, труп распалась, из Миланского вентки ушел. Точно? Точно? Марио Дальмона кушал? Да, 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 я не мог. Я слышал, от чувака. Подожди, а Скарлать, это он это самое, шо он играет? Ты уже 500 лет не хиляет твой Скарлать, кому-то же 0. Это коммерческая музыка, он все у Генделя содрал. Ну, юмор меняется, конечно, хочу вам сказать. С 86-го года сколько прошло, получается? Ровно 30 лет, да, если до 16-го года мы досчитаемся сейчас. Ну, зато вот про Карузова и... Двойничок Карузова, да? Да, Генделя сейчас услышал. И про пласты первые, которые, оказывается, туда пользуются. Это фантастический плод ума, гениального ума Андрюши Кнышева. Вот гений, вот как же повезло на первых вот этих младенческих этапах телевизионных встретить этого гения. Ведь эта программа «Веселые ребята» долгое время была главным форпостом антисоветчины, эстетической. Антисоветчины на советском телевидении. И это, конечно, был диктат ума одного человека. Андрюши, там, правда, видите, Крюковище за пультом? Ну, это другой разговор. И, конечно, ребят, вот мы, разумеется, все анархисты. Мы не терпим, разумеется, над собой никакого диктата. Знаете, но зато мы за мере так рачем, да, интеллектуалы. Власть достойных. Мы все как один. Это стать там Сережа Шустицкой. Это консерватория. Я в это время уже, по-моему, возглавлял молодежную редакцию «ТАСС». Ну, уже в Москве были, да? Так это уже «ТАСС». Это уже 10-й подъезд ЦК партии. Это уже номенклатура, товарищи. КГБ, СССР. На Крюкову шагнули по карьерной лестнице сразу. А что же мне было делать? Я же ребенка родил первого. Нас было кормить. Я вообще-то в комсомолке хотел работать. Моя любимая газета «Комсомольская правда». И представляете, из комсомольца тогда брали людей, ну, кочегаров, цеха во все большие редакции. Потому что везде нужны были рабочие руки, а комсомолец нас воспитывал. И почему люди уходили из комсомольца? 60 рублей зарплата. А у меня в Ясеневе квартира. Комната в квартире 60 рублей. Ну, как можно жить? И, конечно, мы все молодые журналисты 1981-1982 года образца хотели бы, конечно, работать в больших изданиях. И вот открылась дверь. Из комсомолки мне сказали. Хочешь? Давай, ты хорошо пишешь. Давай, делай. Я поехал в командировку и сделал подвал на юридические темы. Я обожал Феофанова. Слушай, я по росту курсовые писал. Я Юрию это часто сегодня говорю. Да ну, Голованов. И все они. И не Федов Женя. На, заходи. Но у меня родился первый ребенок. И я сказал себе, вообще-то, по чести, конечно, комсомолка. Но я бы всю жизнь только за коньяком бегал этим великим людям. Бегал бы с удовольствием. Слушал бы их рассказы в столовке, в редакционном баре. Но в ТАСе, конечно, было страшно. Но такую школу обязательно надо пройти. В чем страхи? А как же гнет. Канцелярия. Братская могила журналистов. Но квалификация. Знаете, вообще-то, я так понимал, что хотя со слезами на глазах я всегда проезжал мимо здания комсомольской правды моей любимой. Но я понял, а вообще-то, стратегически-то, мое место же Останкино. И я буду ближе к стратегической цели из ТАС, нежели из этой прекрасной вольницы комсомольской правды. Так и получилось. А когда впервые это было понятно, что мое стратегическое место все-таки вот к этой игле? В шесть лет, когда мой отец привел меня тогда еще в ростовскую студию телевидения, в которой я сейчас, кстати, работаю раз в две недели в прямом эфире. Я же езжу в Ростов, веду с руководством нашего города прямой эфир с ростовчанами. Вот в эту студию меня отец привел, он тогда вел на ростовском телевидении программу «Говорите по-русски», как декан филологических факультетов. И вот он навсегда отравил меня этим приходом. В шесть лет я уже знал, что мое место только телевидение, только телевидение. Когда я смотрел этот странный, вот говорят, ужасное сегодня телевидение, товарищ, а вы его видели в 64-м? Этот ужас, ну, о каких-то кальсонного цвета, анилиновых, в каких-то выгородках сидели мозгоклюи эти проклятые из ЦК партии. И так это неумело все делали. Нас, понимаете, интронировали, зомбировали. Сегодня хотят делать, но с уважением с нами. Смотри, это же неоновые джунгли, товарищ, да ж приятно зомбироваться. А тогда-то ты, говорит, погубил, но погубил, так неумело. Я сидел, не знаю, что мама думала, а я вот помешивал ложечкой в чашке и думал, ну, ладно, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Да никем, мне б только вырасти. Я такое вам устрою, я приеду в Москву, разгоню все это ваше. Знаете, так и получилось. А вот мир дает дорогу тому, который знает, куда идет. Как-то люди чувствуют, что у парня есть определенная цель. Как правило, да. Ну, да, главное, чтобы человек это чувствовал сам, а то некоторые уходят в какие-то депрессии, какие-то проблемы, не понимая, что. Может быть, надо просто действовать для того, чтобы двигаться дальше. Просто на своем месте что-то делать, и потом уже все придет. Есть традиция, Дмитрий, у нас в начале программы, ну, полпрограммы уже прошло, я не мог это раньше вставить даже просто. Гости обращаются к зрительской аудитории с каким-нибудь вопросом. Желательно с той темой, связанной с ностальгией, каким-то образом. Будет такой вопрос к зрителям сегодня? Ну, да, вы знаете, мы сейчас с коллегами здесь, готовясь к эфиру, одну вещь обсуждали, которую, наверное, вы скоро даже и сами будете обсуждать. И вот с этой вещью-то как раз и связан вопрос, с которым мы, наверное, сейчас и зададим. Не секрет, что песни «Битлз» пелись и на русском. В частности, Онегин Горгасимов писал «Подберезки Марк», хорошо работал с русским языком, переводя битловские песни. Каждый подобный трек, включенный в различные продукты фирмы «Мелодия», представляет собой монумент мужеству, монумент хитрости, монумент, как бы сказать, круговой поруки русскоговорящих интеллектуалов. Клизма Суслову. Вот каждый такой трек, что из себя представляет. Вот такой вопрос. А скажите, дорогие друзья, помните ли вы, какие, собственно, песни «Битлз» были переведены, а самое главное, изданы затем в русском переводе на фирме «Мелодия»? И если сейчас вы их вспомните, может быть, даже поделитесь с нами впечатлениями, какую из версий русскоговорящих, русских версий битловских песен вы любите больше всего. Так, исполнители «Битлов» вам, или «Битлов» для Димы-то «Битлов»? А, вы, слушайте, все понимают, говорите «Битлы», мы так тоже говорили. Да, тоже так говорили. Итак, кто являлся клизмой Суслова? Мне понравилась вот эта формулировочка. Потому что, ну, действительно, Михаил Андреевич сделал очень много для того, чтобы задавить эту музыку, которая была в зачаточном, приональном состоянии у нас, но он еще просто отдельный вклад, серьезный, да? Вы знаете, я даже хочу сказать, вот был здесь в Уотерс, когда, то там показывали на экране, во дворце, ну, в этом, в Олимпийском, показывали четверых Пинк-Флойд, как они там здорово катаются на траве, с Сидом, Берритом и без него. А я думал, Берритом и Бятова нет, надо бы, чтобы с ними вместе катался и Михаил Андреевич Суслов по этой траве, потому что он для популярности Пинк-Флойд сделал больше, чем даже эти четверо. Потому что на Западе, ну, Пинк-Флойд, ну, вот есть же хорошая группа, ну, и Джена здесь. А для нас Пинк-Флойд, как я уже говорил, это и мерная линейка, кретин ты, совок ты, для нас это кровь, для нас это риск, для нас это побои при обмене дисков от хулиганов и от милиции. Вот что такое сделал для нас Суслов и для популяризации группы Пинк-Флойд. Это только Пинк-Флойд, это дипропл. Ну, сейчас мы увидим еще одну программу, ностальгическая тоже. Мы вот тут девушек варпост антисоветчины, точно. За эту программу просто выставляли Дуброва из Останкина, говорили, чтобы ноги больше не было здесь после программы монтаж очередной Дмитрия. Давайте увидим хотя бы фрагмент, чтобы вспомнить этот этап пути, потом вернемся. Уважаемые товарищи, к сожалению, сегодня программа монтаж в эфир выйти не сможет. В эти минуты в студии происходит пожар, и поэтому вся съемочная группа срочно эвакуируется. Программа монтаж будет включена в наши последующие передачи, о чем мы сообщим вам дополнительно. Дорогие товарищи, это Недоразумение. Добрый вечер. Сегодня, как всегда, мы выходим в эфир с очередной программой монтаж. И в очередной раз мы готовы познакомить вас с самым разным набором сенсаций из самых разных областей нашей жизни. Прожденные в СССР Коротенький буквально фрагмент, а дальше я помню по сюжету, как Дима прорывается к Майклу Пексону с желанием взять у него интервью. Вообще такой пародийный скетч от отечественных тележурналистов. И вот это как раз, я так подумал, ну, наверное, это и так прошлось. Что я имел в виду? Почему я ненавидел отечественное телевидение? Все хорошо. Что бы ни происходило в стране, ваши дочки в кроватке, ваши почки в порядке. Аппаратура работает нормально. Волков погиб. Ничего себе. Все отлично в космонавтике. Мы летим в Тартарары с нашим сельским хозяйством. Мы покупаем зерно. Дело есть с противником комбайнеры в Краснодар, Кубани и так далее. И я вот решил это довести до такого, вот такого щедринского гротеска. Ну, уже просто видно, что пожар. Все в порядке, никакого пожара. Там дальше, там, ну, это ваши-то дети точно не видели. Вот Володя только, слава богу, что очень приятно, что вспомнил. И нашел там в ходе этой программы ведущий и вовсе раздевается. Вообще все горит. Студия рушится. У него такая прекрасная. Вот я про это вот этот скетч придумал. Андрей из Ейска ждет давно. Андрей, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, даже доброй ночи вам в студию. Здравствуйте. Владимир, Дмитрий, считаю себя практически земляком. Да, Ейска, это мы. Да, вопрос, который давно меня мучает о любви Дмитрия к группе «Зоопарк». Я-то сам подсел на зоопарк, тоже учащийся в Ростове-на-Дону некогда. Так как Дмитрий перепевал некоторые песни, ну, так скажем, целый альбом даже издал по Майкому Мауменко. Вот вопрос такого плана, когда же все-таки, ну и как связано, все-таки мне тоже интересна эта тема. А по поводу «Битлз», пока ждал, когда мы с вами соединимся, услышал вопрос. Одна из песен, может быть, конечно, неправильная, когда-то даже и Джагарханян пел, только не надо переживать, только не надо перебивать. Может быть, выйдет, может быть, нет. Новая песня вместо «Штиблет». Ну, похоже на одну из песен «Битлз», так скажем. Может быть, немножко отдаленно, но какие-то напоминания есть. Нет, земляк, станишник, нет-нет-нет, это не «Битлз». В этом же гениальном гимнбурговском произведении, мы имеем в виду сейчас «Волшебный фонарь», там есть версия «Битлз», но так это не «Битлз», а «Маккартни», «Хоп, хей, хоп», «Миссис Вандербилд». «Хоп, хей, хоп», это было с «Рашен Ливен вечером», но это не «Битлз». А из Тула следующий звонок, Александр, добрый вечер. Александр, слушаем вас. Ну, вот, с Майком, может быть, пока ждем Александра. Попробуем, конечно. Дело в том, что надо сказать, что мне не довелось быть знакомым с Майком. Я видел его дважды, один раз в Ленинграде, в 88-м, когда я ездил освещать рок-фестиваль. Ну, Майк был королем. Борис даже мне Гребенщиков рассказывал, как-то раз после какого-то очередного там квартирника, они возвращаются ночью по Ленинграду, и Майк говорит, знаешь что, я бы тебя взял ритмочом в свою группу. Боря говорит, мне так это было гордо услышать. Майк был абсолютный король. Он возвышался на подоконнике в этих вечных черных очках, каплях, в кожаном черном плаще до пола, и к нему нельзя было подойти. В отличие от Витюши Цоя, который был, ну, такое солнце в жизни. Витька прекрасно знал себя ценно, но он был исключительно незаносим не то интеллектуал Майк. И второй раз я видел его в Подольске на рок-фестиваль. А ты все. Видите ли, почему Майк? У нас очень трудный язык. Он труден для блюза и рок-н-ролла. Если первый из ныне живущих русских поэтов Борис Гребенщиков справляется с языком, так он редко блюзы пишет, когда пишет это недосягаемо. Майк же писал блюз. У блюза есть свои каноны. Но наш язык громыхает на слогах. У нас длинные слова. Найти, как бы, резалась бы блюзовая ритмика, но на последнее наше слово, это надо быть очень тонким поэтом. Что и есть Майк? Ты дрянь. Гениальные выстрелы. Сладкая Н. Я, знаете, в пластинку не решился сладкую Н включить, потому что она фантастическая. Это просто поэзия невероятно важная, рок-н-ролльная. Вряд ли кто до Майка может сегодня, даже сегодня еще, долететь. Да уже рок-н-ролл-то совсем не тот, а просто стал очередной формой приработка достойных музыкантов. А вот, понимаете, вот почему зоопарк. Борю бессмысленно даже пробовать аранжировать, потому что, как точно говорит этот великий поэт, я не хочу говорить, вам нет, но поймете ли вы мое, да. Вот у Майка такой зауми нет, но зато у него новеллистика. Майк еще очень подходит под одиночество, под мезальянсы, под страну. Вот, например, прощай, детка, детка, прощай. Я ее впервые в Ростове ведь услышал. Знаете, когда в 74-м году при СССР была такая фантастическая, как горта пропагандиста всего нового. Это продавцы комиссионных магазинов. За ними стояли магнитофоны, тандберги, всяких названий уже не говорили. Воксы всякие. Ну, конечно, Соня тоже. И вот считалось, нужно же показывать товар лицом. Ну, они ставили что-нибудь. Это они не товар показывали. Они пропагандировали совкам все новое. Пинк-флойды всякие, джазы, колтрейны. И, конечно же, Майк. Я вот как услышал, прощай, детка, детка, прощай. Было мне 13, сколько-то мне было лет. Знаете что, она убила меня тогда, на прощание налью тебе чай. Позволь по телефону, закажу тебе. В 13 лет. Мне она нравилась тем, что мне казалось, о, как здорово, это он, наверное, ее там, эту девчонку приговорил. Ну, и вызвал ей такси. Ха-ха-ха. Потому что тогда мы только то и делали, что приговаривали различных девчонок. А потом мне стало 50. Я полюбил 20-летнюю. Мне стало 47, я полюбил 17-летнюю девочку, которая потом стала матерью трех моих детей. И Майк, все тот же Майк, звучал в моих ушах. Но теперь уже эту же детку я понимал совсем иначе. Я спел тебе все песни, которые я знал. Я пою последнюю. О том, что кончен балл. Что тому быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я устал и стар. Правда, Майк пишет слабо. Я говорю, стар. Я мечтаю об одном, о чем. Попробую, когда я говорю, да, ты права. Что бы ты сказала мне? Прощай, детка. Прощай. Вот в удивительное произведение. Это я только сейчас про детку. А сколько их еще у Майка? А Мария? Кто-нибудь в нашем рок-н-ролле подошел хоть настолько близко к лирике любовной? Мы же о чем угодно писали. Антисовечина обязательно. Алкоголь, да пожалуйста, сколько песен про это. А про любовь много ли умеют писать? Почему-то главный движущий момент человека, только вот Илюша кормильцев незабвенный, я ломал стекло, как шоколад в руке, всякий, кого кидала девушка, который не себя любил в девушке, а кого-то другого любил больше, чем себя. Иначе любовь не бывает. Это не любовь, а похоть, ничего не знаю что. Так вот, когда она тебя бросала, вот когда Илюша подходил со своим «Я хочу быть с тобой», ой, ребята, это гениальный лирик. И Майк, Мария, я что-то не вижу, не ибо, а ведь когда-то я был готов отдать все за тень твоей любви. Вот почему Майк, понимаете? Ну, хотя, конечно, я на «Смертном Андре» ответил на вопрос священника или уже там на вопрос святого Петра, то, что твой любимый рок-н-ролльщик русский, я сказал, ну, конечно, Гребенщиков, ну, это гений, это даже Гребенщиков и дальше все остальные. Но вот сам играю Майка. — Я так благодарен, Дима, за вот это переосмысление возрастное, потому что мы действительно с одним умом подходим к тому и тому же произведению в разные периоды времени своего, да, и переосмысливаем. Но Дима даже дальше пошел, через возрастное переосмысление пошел туда, на небеса, отчитываться уже. За БГ, конечно, отдельное спасибо, и за программу «Просвет» отдельное спасибо, которое вы делали вместе с ним. Но мне кажется, что вот почему-то мне так кажется, что Дмитрий Александрович войдет в историю с другой программой, за которую ему до сих пор говорят спасибо. Вот сколько лет уже прошло с этой программой, но настолько это был действительно «Просвет» и в плане даже студии, в плане сценографии, которую вы тогда придумали с этой антропологией. И вот все мы ночами не спали для того, чтобы посмотреть вот это вот, кому будет этот свет освещен сегодня, эта дорога светом освещена. Поэтому вот за это отдельное спасибо за ту антропологию, которая выходила в каком? В конце 80-х годах, да? Нет, 97-й год, 28 августа, 1-й, да, 97-й. В конце 90-х, да. Давайте увидим фрагмент из антропологии, четвертый сюжет нам покажите сейчас, потом вернемся. Здравствуйте, товарищи! 215-19-93 торчит бас-гитара от группы «Сплин». О, браво! Вот. Надо вам сказать, что группа «Сплин» — это вот последний такой петербургский ход против нас. Вот мы последний месяц смотрели наши московские ходы против них. Выяснилось, что, значит, ходим-ходим, да? Гамбита так особенно не выходит. Вот защита «Каракан» из Петербурга. Надо вам сказать, что есть тут у меня среди приятелей такой, зовут Гребенчаков Борис. Он крайне скуп на комплиментах, хотя их страшно любит делать. Вот если уж он делает кому-нибудь комплимент, так, значит, тот того заслуживает. Ну, очень коротко мы показываем, потому что время до конца у нас остается 11 минут всего. Просто очередной раз от всех вас выразить, Дмитрия, благодарность за антропологию. Действительно, я перепутал. Я посмотрел, что хотел программу «Взглядовым» показать 1986 года. А это годами, десятью позже выходила программа. Вот, кстати, это я на гитаре играю. И песка-то моя. Ко всем своим программам, заставки музыкально пишу я. Вот это я в данном случае еще и придумал этот блюзовый ходик. Мне кажется, она симпатичная. Ну, и, разумеется, анонжировка тоже моя. У вас у самого есть ощущение, что эта программа отличная от других? Из того, что вы вообще делали на теле? Да, разумеется. Есть, да? Ну, так слушайте, хорошо ли мне от этого? Знаете, трудно. Ну, а я по-другому, во-первых, не умею. Вот как тут у нас в Останкино принято говорить, я опережаю своими идеями практику годика на два. После меня уже все остальные начинают делать приблизительно то же самое. Ну, вот пейджер, телефонный, вот это странный белый, это черно-белый телевидение в эпоху свет. Ну, это, конечно, мои разработки. За что мне и влетает? Ну, ребят, что я могу сделать? Вам же нужен казак, хоть один. Все остальное сделает пехота. Ну, кто-то же один, как идиот, должен же лететь в турецкий город, себе же на голову первому врываться, а потом и получать. Всю жизнь, знаете, ну, если я здесь сейчас сижу, вот Володя говорит мне добрые вещи, даже надо же копаться в архивах и выискивать мои нехитрые поделки, значит, эта работа все-таки может принести какие-то положительные дивиденды. Что касается опережения этого казака, я думаю, что и на канале Ностальгия такое опережение скоро случится. Причем, если брать такую градацию всего отечественного телевидения, это опережение случится именно на нашем канале через какое-то время, с любимыми битлами по Диминому и любимыми битлами по нашему. Через несколько минут мы поговорим про это, а пока Ольгу из Минска послушаем. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Оля, слушаем вас. Дима, я в школной встрече родилась в Таврашевском, а в 59-м году на нашем учитель историко-космологическом. Оля, что-то так трое лет уже старости, не только на глаза, но и на уши перекинулась, либо надо вас попросить поближе к микрофону, что-то трудно слышно. Я буду никогда выразили в 59-м году. В 59-м году, так. Ваш папа был теканом. Да. В такой сессии. Вот чего помнит Ольга. Вот это эфирчик. Спасибо вам большое, Ольга. Спасибо, Ольга. Очень приятно. Не буду... А что я... Провождало моего рождения, Ольга, как вы помните? Оль, на связи еще? Нет уже, видимо, Ольги на связи. Сергей Стулый. Сергей, добрый вечер. Приятно. Спасибо вам большое. Алло. Да, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы знаете, Дмитрий, сейчас очень много... Здравствуйте, во-первых, Владимир и Дмитрий, извиняюсь. Здравствуйте. Просто сейчас стало очень много людей, которые рассказывают по любому поводу. По экономическому вопросу, по телевидению. И вот так же вы, Дмитрий, вот как появились такие люди, как вы, да? Праблаболили вот нашу всю жизнь. И в итоге мы сейчас вот оказались от странного разбитого корыта. Благодаря таким людям, как вы, которые до сих пор поливают в Советский Союз и живут за счет Советского Союза, не создав ничего. Ничего не создав, да? Спасибо. Да. Скажите, пожалуйста, вы сейчас по какому телевизору нас смотрите? Что на нем написано? Рекорд? Нет, вот там-то есть проблема, что... Я не имею в виду, на телевизоре вашем хитачи написано или Sony? Что написано? В этом-то и проблема, что на нем написано Samsung, а не рекорд. А не надо вам рекорда, рекорд вас сломался бы через три года, а этот, видите, есть. Значит, а есть он у вас, потому что это мы вам его сделали. Потому что до нас присмотрели ваш рекорд. Дальше. Скажите, пожалуйста, что на вас надето сейчас? Трусики, ну погоди, на вас. Или хорошие джинсы. Расскажите мне, пожалуйста. Я не знаю, что это не вы сделали. Нет, это мы. Ладно, спасибо большое. Нет, нет, вы знаете, это мы вам сделали. Потому что только благодаря нам, я имею в виду нашему поколению, 91-й год случился, и теперь вы нас смотрите по этому телевизору, а не по рекорду, который бы показывал нас сейчас с Володей Лиловыми. И кроме того, вы более-менее нормально одеваете своих детей, а не стоите в очереди за джинсами с пяти утра, пиша на ладошке ваш порядковый номер. И просто вы же это не цените. Теперь, что касается того, что вокруг говно. Не говно. Знаете ли вы, что практически во всех смартфонах мира находится наше стекло, сделанное в Ставропольском крае? Это вы знаете, просто именно там делается искусственный сапфир, а он входит в покрытие всех смартфонов. Вы это не знаете. Потому что, может быть, здесь мы должны признать вашу критику, мы вам этого не показываем. Вместо этого показывают тут дрянь всю. А почему мы не показываем, что делается в России хорошего? Я вам хочу сказать очень многое. Вот я вам должен заявить, что вот у себя на телевидении я все-таки постарался за 30 лет сделать такой продукт, который до меня не был, а после меня стал. Это вот ваш любимый совок. Не имел даже того аппарата, который телефонный сигнал преобразовывает в аудио. В Останкино, когда я придумал прямой эфирный телефон, он не был нужен СССР. Мне пришлось его заказывать на военном заводе. Вот такой гибрид мы спаяли. Понимаете? Ну, это я, кстати, сделал прямой эфирный телефон. В Останкино его не было. В возгляде только сидели. Доцепило, Дмитрий Александрович немножко заделилось. Понимаете? Нельзя так. А вот ежели, например, ваша жизнь представляет собой скучный, одна, как вы сказали, однопорядковый денек, это только ваша проблема. Я ведь и говорил, дорогие друзья, никто, никакой портком и не райсобес вам не принесет счастья на блюдечке, но вам сегодня и никто не помешает его сделать для себя и для своей семьи самим. Займитесь чем-нибудь путным, и вся жизнь повернется. Но только дело-то у вас. Вот читайте Гребенщикова гениальную песенку. Я был на Ибице, и я был в Кремле, и я понял, все дело во мне. Пять минут остается до конца прямого эфира, не успеем ряд сюжетов показать. Но старый телевизор тоже не могу не вспомнить прямо сейчас. Причем не только буду я вспоминать, но и ребята из ОСП-студии тоже прямо сейчас. Рожденный в СССР Дмитрий Дебров у меня сегодня в гостях в прямом эфире, как когда-то был в гостях у ребят из ОСП-студии. Развеселили мы наконец-таки сейчас, погрузили в тоску и грусть вашим вопросом из Тула некоторое время назад. Сейчас развеселили. Четыре минуты остается до конца прямого эфира, и я не случайно, Дим, живу в этой маечке сегодня. Да, да, да. Я рад, что Бетломания возвращается в вашем лице на наш канал. Да? Я правильно говорю? Возвращаетесь? Да, да, конечно. Это будет что-то новое, или вы будете продолжать ту тему Бетломания? А вот это, кстати, нашему прекрасному зрителю из Тулы будет тоже интересно послушать. Это пример того, что все дело только во мне. Ну, то есть в каждом из нас. Значит, мы, если мы помним, на канале Ностальгия прошли первые четыре пластинки Бетлз. Одна передача, одна пластинка. И мы расстались на очень важном этапе. Мы должны теперь войти в период по-настоящему сложной культурологической, подвижнической деятельности. Раберсоул, Ревоувер, Сержант, Белальбом. То есть по хронологии пойдет? Да, конечно. Но на этот раз, раз это такая сложная штука, не получится одна пластинка, одна передача. Несколько передач, одна пластинка. Представьте, сколько про Сержанта или про Белальбом можно рассказать. И я хочу, Володя, это делать. Дома. Дома. Хватит ездить в Останкинские эти империи. Нам больше ничего не нужно. Моя записная книжка умеет больше, я имею в виду, ноутбук, чем все 13 этажей Останкина, вот периода тех программ, что вы показывали. Я могу только на собственную лень жаловаться, если у меня не получается сделать хорошие передачи. А я попробую ее сделать. Сегодня я буду снимать, да просто телефоном. Он дает хайдефную картинку. Я дома установлю осветительные приборы и дома я буду делать эту программу по вот этим великим пластинкам. Я надеюсь, что Бетлома... Я буду еще пользоваться Перископом. И поэтому я буду в Фейсбуке, естественно, в Твиттере рекламировать. Писать вы мне не сможете, потому что я не понимаю. То есть зрители через Перископ смогут задавать все-таки. Да, а вот будет здорово. Вы будете смотреть, как я именно буду записывать очередную песенку. В смысле очередной рассказ про очередную песню. И давайте свои комментарии, я тут же их буду зачитывать. А на канале «Ностальгия» вы увидите Бетломанию 2.0 Reload. Но это вот уже та Бетломания, которая будет связана с самым сложным периодом, очень многогранным периодом творчества. Даже не группы, а самого влиятельного культурного проекта 20 века. Я думаю, что, как обычно, будет не только хронология, но вы будете улетать за рамки музыки в этой программе тоже. И гости тоже будут присутствовать. Но уже... По скайпу! А уже мы не должны, Володя, с вами просить наших сотрудников подстерегать ярого Бетломана Александра Яковлевича Розенбаума, когда он из Петербурга в Москву. А мы ему прямо позвоним просто из моего дома по скайпу и услышим, что Саша думает по этому. А Боярский, Михаил Сергеевич, вы видели такого более страстного Бетломана в жизни, чем Боярский? Так я не буду ждать, когда он приедет. Я просто наберу его. И мы послушаем, что Боярский думает о сержанте, либо о белом альбоме. Ну, поскольку все мы родом из Битлз, поэтому, слава богу, что Бетломания возвращается в таком новом формате на наш канал. Моника Котова из Ростова-на-Дону очень хорошо знает, что вы, оказывается, присутствуете на ростовском телевидении сегодня. И адресует вам вот такие стихи. Из Москвы в полынь Ростова тянет Дмитрия Деброва. Увлечение такого есть осознанный аспект. Он в эфире городского телевидения прямого ради зрителя родного проявляет интеллект. Но удобный сев диванчик, сам ростовский град-начальник, перед ним ведет отчет. Что проделано богато для хозяйства городского и при помощи Деброва устраняет недочет. В небесах, за облаками или где-то рядом с нами разобьет легко словами равнодушие сердец. Жизнь от вечности осколок. Путь Ростов-Москва не долог. Он ведущий и филолог. Ну и главное, отец. Спасибо отцу. Спасибо, дорогая Станишница. Ньютр Дебров был у меня сегодня. Жду вас завтра в 22 часа. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова